Добрый вечер всем, кто присоединился к нам в эти минуты. В эфире телекомпании «Город» программа подробностей. 19 октября служба криминалистики отметила 61-ю годовщину со дня образования. Институт прокуроров криминалистов был создан 19 октября 1954 года. Не так давно на должность первого заместителя руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области был назначен Дмитрий Маликов. Сегодня он в кресле гостя. Кроме прочих обязанностей, на меня возложена такая обязанность, что я курирую работу отдела криминалистики. В настоящее время отдел криминалистики состоит из семи человек. Это очень серьезный отдел, занимается очень серьезными решениями вопросов и поставленных Следственным комитетом задач. С работой отдела криминалистики непосредственно следователей криминалистов, экспертов я знаком не поднаслышке, так как с 2007 года, то есть с момента образования Следственного комитета, можно так сказать, что стоял у истоков создания Следственного комитета, я до своего назначения возглавлял Кассиновский межрайонный следственный отдел. И по роду своей деятельности постоянно в тесном взаимодействии общался как со следователями-криминалистами, так и с экспертами. А что-нибудь меняется? Буквально пару лет назад мы подробно рассказывали телезрителям, какая техника существует, какие специалисты чем занимаются. Может быть, вы конкретные примеры какие-то приведете? Ну, понимаете, время не стоит на месте, так и не стоит и развитие отдела криминалистики на месте. Здесь можно как бы похвастаться теми достижениями непосредственно отдела криминалистики, что мы буквально на днях приобрели семиместную лодку. То есть теперь криминалисты, следователи-криминалисты в какой-то мере не будут зависеть от ГИМС, МЧС при проведении следственных действий, например, на воде. Если совершено преступление на воде, мы как бы общаемся, просим, взаимодействуем тесно с ГИМС, МЧС. Ну вот теперь вот такая необходимость непосредственно, чтобы они нам предоставляли водный транспорт, в этом отпала. Ну, также можно сказать то, что ранее была приобретена, можно выразиться, уникальная автомашина, которая находится у нас в следственном управлении. Непосредственно это дом на колесах. То есть в этом автомобиле есть все. Там оборудованы кабинеты, которые предназначены для работы следователей, следователей-криминалистов. То есть в любую точку, где нет света, нет воды, можно выехать на этой машине и автономно работать. То есть полноценный отдел, полноценный дом на колесах. Как в кино практически, как в серьезных фильмах, где все происходит молниеносно. Есть какие-то экспертизы, разумеется, да, особенно важные, которые требуют быстрого реагирования. Расскажите об этом. Да, есть экспертизы. То есть, как я уже сказал, то, что техника не стоит на месте, все это развивается. И развивается очень стремительно, очень быстро. Ну, я уже не буду называть конкретно, наверное, все-таки, какие у нас, какие имеются криминалистическая техника. Ну, назовем ее просто так камера, да. Камера, это она способствует, нацельно на то, чтобы в ней определяли следы пальцев рук на предметах, которые, например, два, три, ну, пять лет назад мы не могли определить. То есть, специальным составом обрабатываются предметы, на которых преступник оставил следы рук, как мы предполагаем, что мог оставить. То есть, обрабатывается. И если те технологии, которые были раньше, это дактилоскопический порошок, липкие ленты, на которых раньше изымались следы пальцев рук, то сейчас, прежде чем их изъять, это обрабатывается. То есть, специальным порошком и все это проявляется. И при наличии, конечно, этих следов, если они имеются на предмете. То есть, преступники, которые уже забыли о том, что они совершили, дела легли на полку как нераскрытые, теперь они могут уже снова начать волноваться, потому что сейчас очень актуально как раз возвращаться к расследованию давно минувших дел. Ну да, это называется расследование, раскрытие преступлений прошлых лет. То есть, этому, как Следственным комитетам, так и нашим следственным управлением... Может быть, тоже какие-то примеры? Да, конечно, уделяется очень повышенное внимание, особое внимание. Вот на сегодняшний момент у нас раскрыто более, вот за 2015 год, более трех десятков уголовных дел, так подпадаемых под категорию преступлений прошлых лет. Но можно привести такой пример, то что несколько лет назад было совершено убийство мужчины, труп которого был обнаружен на улице, завернутым в покрывало, руки, ноги были связаны. Соответственно, были проведены экспертизы, в том числе и генетическая экспертиза, и на этих фрагментах, то есть на веревках, были обнаружены следы биологического происхождения. В последующем проводили расследование, первоначально, по горячим следам, преступление не было раскрыто. Соответственно, работа, я бы здесь хотел указать, то, что работа по преступлениям прошлых лет, и если уголовное дело не раскрывается на первоначальном этапе и несколько последующих лет, то работа в любом случае по этим уголовным делам продолжается. Но, возвращаясь к этому делу, то есть впоследствии было установлено заподозренное лицо, в отношении него провели экспертизу, взяли у него биологический материал, который косвенно подтверждал его участие в этом преступлении, и при проведении осмотра жилища этого лица в стыке линолеума были обнаружены следы биологического происхождения, то есть кровь. Кровь именно, как установила экспертиза, кровь была установлена погибшего лица, который был несколько лет назад обнаружен на улице. Ну и в последующем, соответственно, это явилось одним из доказательств, положенных во основу обвинения вышеуказанного лица. У вас очень интересная работа. И, наверное, требует огромного количества времени. Как я всегда говорил своим следователям, то есть я на следственной работе работаю уже с 1997 года, то есть работал и в органах полиции, и в прокуратуре, и в следственном комитете. То есть работа мне очень нравится, работа творческая. Когда я работал следователем, то следователь, он ведь сам определяет ход расследования уголовного дела, он видит дальнейшие перспективы расследования. Так сценарий у журналиста, если какую-то аналогию проводит, это здорово. Да, да, конечно. Но ведь по каждому уголовному делу составляется план. Если дело не раскрыто, его каждый следователь, потому что следователь – это творческая личность, он составляет различные версии, то есть разрабатывает это дело и пытается, старается его раскрыть. Это очень интересная работа. И я всегда говорю молодым следователям, и говорил, что следственная работа – это не работа, это образ жизни. Потому что действительно, и днём, и ночью все работают, выезжают. Если к этой работе относиться так халатно, спустя рукава, просто будет неинтересно. Ну а если неинтересно работать, может быть, и не стоит работать. Мне, как рядовому жителю, очень приятно, что вы занялись таким важным вопросом, как врачебные ошибки. Это одна из последних актуальных тем. Как продвигается работа в этом направлении? Ну, врачебные ошибки, конечно, здесь проводятся процессуальные проверки, когда такие материалы к нам поступают. Возбуждаем уголовные дела. То есть, да, работа, она проводится. Устанавливаем, проводим экспертизы, всё-таки устанавливаем, виновен врач, невиновен врач, есть прямая причина, следственная связь в действиях врача или всё-таки нет этого. То есть, да, здесь определённые сложности возникают, но мы работаем тесно с Министерством здравоохранения области. У нас идёт взаимопонимание между нашими подразделениями, нашим следственным управлением, Министерством здравоохранения. Так что, конечно, неприятно, когда люди умирают, да, и умирают в больнице, и родственники особенно, они возмущены этим, говорят то, что в некоторых случаях, то, что виноваты врачи. Да, наши следователи занимаются этими вопросами. Но всё это идёт, 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 идёт. Конечно, со факту, но неприятен. Спасибо вам за эту встречу. Я желаю вам, уважаемые телезрители, не нарушать закон, потому что следователь и криминалисты у нас очень хорош. Это была программа подробностей. До встречи. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова